Был фестиваль тридцати рок-клуба, но был четыре года назад, юбилейном. Но это уже как бы было все, но при этом рок-клуб как таковой уже оставался на уровне идеи. Хотя, конечно, многие старые генерации это помнят. Ну как же рок-клуб на рубеже? Это же круто было. Те, кто или музыкой это интересовались, это знали и для них это что-то значит. Современная молодежь, для них это уже менее значимое понятие. Ну да, когда-то что-то кто-то было, кто такие, какие-то старые хейны, типа там меня, там ним занимались. Но, конечно, все могло быть иначе, я считаю. Но тут ведь я никого не могу упрекать, можно таким успехом и меня упрекать, что в общем-то так то Содружество людей, те люди, которые тогда занимались рок-клубом до 2000 года, не проявили каких-то качеств, никаких сил своих, не сложилось именно в такую команду, которая может стать более чем-то значимым, нежели было в прошлом. Вот и все. Тут дело не в Коле, даже Михаилу в одном. Да, он, конечно, президентом был и он им остается. Ну, отчасти формально немножко теперь. Претензий нет в моей стране никаких, но могло быть все по-другому. Могло быть более деловито, более как то продумано, всяческие шаги. Потому что лейбл, ты это знаешь сам, он до сих пор на многих людей нашей генерации, старый уже и древний, он действует, действует до сих пор, как некая такая магия. Хотя сейчас уже это чисто формальное название. Но рок-клуб там есть, что это как-то бывает. Это уже мираж, какой-то привет из прошлого. Так что вот, я может быть так... Нет, я не то что расплывчато ответил, потому что, ну, на каком-то этапе могло быть все по-другому, повторяю. Ну, этот этап не был схвачен... Время не было схвачено за хвост тогда. Вот и все. Ситуация была немножко... Она уже стала развиваться сама по себе. Спасибо.